Стройка была стремительной, каких-то 4 месяца. Столько же ушло на получение лицензии. По закону начинать оформлять документы можно только после введения здания в эксплуатацию. Но вот весь путь пройден и новое лечебное учреждение открыто. Пациенты – свыше 3000 жителей Рассвета и Зари. Качественное медицинское обслуживание для них стало доступным. Люди все долго ждали. Мы вообще не верили, что это когда-то свершится. Учитывая, что в стране кризис экономический, санкции, дефицит бюджета. А тут, на тебе, наш мэр нам, я считаю, что это его заслуга, волю проявил. Настоял он, выделил деньги и построил нам такое прекрасное здание. Да, этот проект глава Анапы назвал в числе приоритетных. И благодаря поддержке губернатора муниципалитет получил средства на его реализацию. Процесс стройки Сергей Павлович держал на личном контроле. Его интересовал результат, открытый для пациентов двери. Сегодня результат есть, вовсю идет прием. А ведет его, по словам местных жителей, молодой, перспективный и очень грамотный врач Валентин Сергеевич Шишкин. В день через его кабинет проходит не меньше 30 человек. Его помощница Людмила Степановна Шайко 39 лет оказывала фельдшерскую доврачебную помощь жителям Рассвета. Быть на втором плане ее совсем не смущает. Говорит, работы хватит всем. Я рада, что в моем возрасте я дождалась таких условий для работы. Тут, во-первых, доктор у нас. Раньше доктора не было. Работала только я одна в Рассвете. А сейчас доктор рядом. Процедуры тут все будут. Дневной стационар будет. Физиокабинет будет работать, функционер. Педиатр будет приезжать сюда чаще. Так что, конечно, комфорт более, как говорится, доступный будет для людей. Главу Анапы здесь встретили с искренней радостью. Похвастаться врачам есть чем. Небольшая экскурсия для первого лица. Физиокабинет, процедурный, педиатрический. Дневной стационар, на который сейчас оформляют лицензию. К слову, здесь будет и аптека. Проект здания типовой и, на первый взгляд, для работников и пациентов созданы комфортные условия. Но Сергей Павлович дает поручение присмотреться ко всем нюансам. Наша задача ежедневно мониторить у нее, какие есть неудобства. Потому что это не последний наш, не последний осмотр. Чтобы мы потом уже смотрели и ошибок не допускали. Потому что одно дело нарисовать, другое дело эксплуатировать. Как минимум две заявки ждут своего часа. Планируется построить офисы врача общей практики в Усатовой балке и Чиконе. 69 участков земли, вот таких как ваш, зарезервированы под школы, детские сады и лечебные учреждения. 69. Мы их ни в коем разе никуда не продадим, ни отдадим. Это должны быть социальные. Раз они есть участки, то есть подготовительную работу мы провели. У нас есть проектно-смертная документация, у нас есть участки, то есть есть все. Муниципалитет ведет постоянную работу с федеральными и краевыми программами, что позволяет на условиях софинансирования реализовывать вот такие социально важные проекты. Субтитры создавал DimaTorzok